Господь Иисусе Христе, Семен Боже. Евангелие от Матфея, 1 глава, 22-23 стихи. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, сей Дева во чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит с нами Бог. Толкование блаженного Феофилакта. «Посему, если бы родила не Дева, то не было бы и знамения. И так евреи злонамеренно искажают Писание, и вместо Дева ставят молодая. Впрочем, молодой ли женщину или Деву называет ее пророк? Все должно вродившей разуметь Деву, дабы это было знамением, то есть чудом. Комментарии. «Как Бог, любя людей, является им в разных видах? Как это более приемлемо человекам в данный момент? Так точно делает и дьявол, породив разные секты и ереси, и искажения в Слове Божием. Евреев 1.1. «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». 2 Коринфянам 11.14. И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид Ангела Света. Против этой беды святые отцы выставили 19 правило Шестого Вселенского Собора, запрещающее толковать Священное Писание вопреки учению Церкви. «Сегодня православные или совершенно не знают Писание, или знакомятся с ним в искаженном виде, при собственном или сектантском толковании, и гибнут не тысячи, а десятки миллионов душ за такое преступное небрежение пастырями истинного толкования Нового Завета». И далее толкование продолжается. Евреи говорят, «Почему же родившийся назван не Эммануилом, как сказал ангел Иосифу, а Иисусом Христом? На это скажи им, что пророк не сказал наречешь, но нарекут, то есть самые дела покажут, что он Бог, живущий с нами. Ибо Священное Писание дает имена отдел, как, например, нареки ему имя Магер-Шелал-Хашбас, спешит грабеж, ускоряет добыча, Исайя 8.3. Эммануил же – еврейское имя, и значит с нами Бог. И снова комментарии небольшие. Доказательство истинности того, что они говорили. Святые мужи веры находились в Священном Писании. Истинность своей веры они подтверждали Библией, а не мироточением ковчега или скрижалей. Не тем, что в сосудах с манной не завелись черви. А благословенная манна не портится столько лет. В каждой проповеди Иоанна Златоуста, Иоанн Златоуст открывал Библию до 70 раз. Кирилл Иерусалимский говорил, что если слова его не сходятся с Библией, то не верьте и мне. Комментарии закончились. Говорится везде о Слове Божьем, как написано, пророчество. Пророчества эти старались люди как-то запоминать, смотреть, когда они исполнятся. Потому что дальше мы увидим, с какой радостью люди будут свидетельствовать. За счет этого Мессии, обещанный. Обещанный, то есть в Писании предсказан. Он около 300 пророчеств находится, когда люди исследуют Священное Писание. И люди тогда могли сверять, кто все-таки не всех Христа отвергли. Кое-кто принял, знающие, правильно понимающие Писание. У православных-то ничего нет, нельзя на это сослаться. Сектанты имеют основание в заблуждении своем, что Писание об этом говорит так. Они понимают, есть глаза, но не видят, есть уши не слышат. О, это об иконах. Он даже в заблуждении своем, что иконы идола для него одно и то же, он ссылается на Библию. У православных даже по правде поступает, он не может подтверждение дать. Ну, вот авторитет слышали. Вот мы приехали сейчас, вчера ездили на Благовестие, договорились заранее, что знают, что вы приедете. Приехали, а людей нету. Почему? Батюшка их взял с собой и поехали на поклонение какой-то иконе. И они всю жизнь, 2000 лет эти православные бродят искать чудеса какие-то. Конкретно, определенно, прямо иконе поклонения. То там говорят, это к первообразу, никто ничего этого не знает. Нет, первообраз, это все записано только. Прямо к иконе. К ней надо поехать прикоснуться. Ну, первообраз-то на небе, ехать-то никакой нужды к ней нету. А она миротащит. То есть, которая не миротащит, уверенности нет, что там Бог присутствует. И нет уверенности, что слышит икона. Но в какой момент меня всегда интересует. Вот она миротащивая, она благословенная. Священник идет и окропляет там на складе, они лежат. Но там начинает по-своему объяснять энергетика положительная и прочее. Так на складе-то там энергетика такая больше, чем от взрыва пятого реактора на Чернобыле. Должно быть так. А ничего не меняется. Вот это как метелка, такие вот кисти. Машут, отмахиваются только. И что помогает это? Благословили игроков на Олимпийские игры. Они проиграли все игры. Народ только смеется. Благословляет. Война там в Чечне, где идут, погибают. Бездарно воюют. Бездарно даже придумать нельзя. Нельзя как... Так, нет. Предательство какое. Там приезжают, там торговали. И БТРы продают. И что за наркотики? Ну нет, так и солдат в рабство продают. Ну же все освещенное уже сегодня-то. Да нет, без слова Божия. Без рождения свыше ничего не будет. Ничего не будет. Все будет переполняться ложью, злобою, непокорством. И вот мы здесь и читаем. То же самое и у иудеев. А что евреи, они все верующие. Отнюдь. У них столько безбожия, как у мусульман. Лишь бы был обрезан. Обрезан и знал, что Аллах и пророк его Магомеду мусульман. Так у евреев. Он еврей. У него главная задача, чтобы нигде плохо не говорили об евреях. Я знаком с ними очень хорошо. Они буквально умирают, когда услышат. Только по намеку, что что-то говорится неположительное об евреях. Но говорится, правда это. Нет никак. Давайте национальности скроем из паспорта, чтобы не думали, когда проверяют евреи. Они слова евреи даже боятся. Из-за них мы все лишились паспортах главного характеризующего свойства национальность. Ну, национальность это, так сказать, от Синаерской башни идет. 1656 лет было от Адама до Потопа. И от Потопа до разделения на языки 721 год. Вот и считай. Они это все опять смели, чтобы нигде... Где это есть? Ни один человек в мире не боится своей нации, кроме евреев. Об этом-то нельзя не думать-то. И все разговоры только об одном. Как-то скрыть эти деяния. Они даже толкуют события-то неправильно евреям. Вот у нас еврейка была. Она приносит целый список стран, где были евреи, где их гнали. Гнали. Нас везде гнали. Нас везде гнали. И показывает, где, когда было, сколько их убили. Ну, ты уверена, что список? Да, конечно. Геноцид, там, Холокост. Ну, а почему дальше? Напишите. Причина, почему гнали. Вас приняли в Испании. Что в это время сделали? Дожили как... Ну, считай Тараса Бульбу, что закрыли храмы. Евреи, когда деньги заплатят, он их откроет храмы. Покупали там и души, и тела. Это выходит во всем мире, всегда вас гнали за дела ваши, за дела. Это-то что вы скрываете-то? А вот, Богоизбранный, Богоизбранство ваше заключается в том, что пришел Мессия. И остаток Израиля спасется. А дальше-то вы своими силами все это делаете. Вот тебе и Дева. Они ложь толкуют пророчество. Я просто на это место хотел сказать. Но нас-то не столько евреи касается. Это евреи за себя там ответят. Раввины, там Мула, Шейх ответит. Мы отвечаем за своих и за православных. Здесь вообще ничего не знают. И не хотят знать. Вот вчера я разговаривал с одним. Я говорю, а почему этот племянник? Они ко мне на квартиру. Ну, знаете, вот вы рано встаете. И вот боятся за отрока, как бы он не надорвался. Ну, может так, что человек начнет молиться, постить все как надо. И надорвется. Где надорвется? Слово-то какое. То есть следовать за Христом и надорвется. Сидеть со Христом за столом и надорвется. Когда написано всем умом, так вот, а надорвется он? Всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. Берите так, бегите так, чтобы получить награду. Получает один. Он бежит, да надорвется. Перебрали, лишнее взяли. Да нигде ни разу в мире этого не было. Когда ложным путем пойдет человек, тогда он надорвется. Ложен, там столбник сделал, там веревкой перетянулся, гниет у него все. Как Семен столбник. Дальше. От Матфея 1.24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. Толкованием. Евангелист постоянно называет Марию женою Иосифа, устраняя худое подозрение, и сказывая, что она была женою не другого кого, а его. Все толкование. Ну все. Толковать не еще. Принимаешь или не принимаешь. Главный вопрос состоит в том, что я православный или неправославный. Если православный, у меня все вопросы сразу исчезли. Да, я высказываю несогласие, вижу, что это неправильно. Но я принимаю все. Я не отрицаю. Не то, что там есть. Но я говорю, что мощи надо похоронить. Это трупопоклонство самое настоящее. Но у вас же антиминс есть, у нас мощей и так нет. Да, есть. И вы признаете? Да, признаю. Ну, понимаете, у вас какая-то раздвоенность. Ну, пусть раздвоенность будет. Я признаю и все. Еще это буду воевать против антиминсов. Но я знаю, что в прах ты и в прах возвратишься. Это никто нигде. И Стефана погребли мужи. Ну, везде и всюду так и было. Надо просто научиться находить главное. Вот она мироточит иконой. Вы признаете? Да. А если бы у вас мироточило? Она у нас не мироточит и вряд ли будет мироточить. А почему? Не знаю почему, потому что мы верим в Бога и все. Нам это не надо. Вы ищите чудо, чудо вам кто-то, кто-то. Я даже не утверждаю, что это от Бога. Как архимандрит Иоанн Акономцев говорит. Демоны смеются над нами, а мы голову ломаем здесь. Вот как. Потому что все эти чудеса, чудотворные иконы, все может быть совсем не от Бога. Это уже сегодня составлено от Патриарха комиссия подтвердила. Давай. От Матфея 1, 21. И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца. И он нарек ему имя Иисус. Толкование. То есть никогда не совокуплялся с нею. Ибо слово «как» означает здесь не то, будто только до Рождества не знал ее. А потом познал. Но то, что совершенно никогда не познавал ее. Писание часто так выражается. Так сказано. Выпустил ворона, который вылетев, отлетал и прилетел, пока осушилась земля от воды. Бытие 8, 6. Но он не возвращается и после сего. Еще Господь сказал, я с вами во все дни до скончания века. От Матфея 28, 20. А после скончания разве не будет? Тогда тем паче будет с нами бесконечно. Так и здесь под словами «как, разумей, не знал ее ни прежде, ни после рождения. Подобно, как и Господь будет с нами не только до скончания, но и тем более по скончании века». Да и как Иосиф прикоснулся бы к Пресвятой, когда совершенно знал ее незреченное рождение. «Называет его первенцем не потому, будто был у нее еще другой какой-либо сын, но просто потому, что он первый родился и притом единственный. Ибо Христос есть и первородный, как родившийся первый, и единородный, как не имеющий брата». Окончание главы. Да, все дальше. Глава 2, Евангелие от Матфея. Первый стих. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, волкование, Вифлеем значит дом хлеба, а Иудея исповедание. Да будем и мы через исповедание домом хлеба небесного. Во дни Ирода толкование. Евангелист упоминает об Ироде, дабы ты познал, что от колена Иудина уже прекратились князи и цари, и должно было прийти Христу. Ибо Ирод был не Иудей, а Идумиянин, сын Антипатра от жены Аравитянки. «Когда же прекратились князи иудовы, пришел Христос, чаяния языков, как пророчествовал Иаков в Бытие 49.10, указывает на сам царя, потому что был еще другой Ирод, четвертовластник. Ибо если волхвы и долопоклонники уверовали, то какое извинение остается иудеям? Пришли также и для того, чтобы более просияла слава Христова от свидетельства волхвов, которые больше были враги Божии и служили демонам. С востока толкование. И это для осуждения иудеев. Ибо те пришли поклониться Ему, несмотря на большое расстояние. А евреи, имея у себя Христа, только гнали Его. Все толкование на первый стих. Тут ничего нет. Подряд Феофилак толковал где-то. Надо было очень много знать, что он уже не иудеянин был, не еврей, ирод. Видите, это уже было тогда известно. Знания были очень большие. Но нигде упор не делает ни на то, чтобы образовывать какие-то группы по изучению Священного Писания, чтобы люди знали. Даже говорит он об этом. Говорит сознанием. И в то же время описывается, какое состояние было паства, когда его назначили архиепископом в Болгарии. Ну, от дьяконца до архиерейства уже не тысячу лет прошло. Это знание давалось в одном, может быть, в городе. А народ-то стоял, ничего не записывали. Он это говорил. Но записали один раз. Или его записи сохранились. Ну, а дальше-то народ-то вообще ничего не знал. Чтобы сидели, вот записывали. Вот мы вчера проводили занятия. Они сидят люди. Я объясняю заголовок такой-то. Сегодня проходим по первому тому, первая страница. Это первый том, 21-я страница. Слова Златоуста. Кто же мы такие, что все зверские качества. Хуже некуда народ был в то время. Даже с демонами сравнивает. И даже демоны того не делают, что люди делают. Со зверями или сравнивают. Но у каждого зверя, говорит, одно отрицательное качество. А тут буквально все. И от медведя обжорство, и злопамяство от верблюда. Он харкается, и все. Дальше. От Матфея 2.2. Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Толкование блаженного Феофилакта сказывает, что эти волхвы были потомки волхва Валаама. И что нашедшее его предсказание восходит звезда от Иакова и восстает Жезл от Израиля и разит князей Маава. Книга чисел 24.17. Поняли таинство Христова и потому пошли, желая видеть родившегося. Слыша о звезде, не думай, что она была одна из видимых нами. Нет. То была божественная и ангельская сила, явившаяся в образе звезды. Так как волхвы занимались наукою о звездах, то Господь и привел их этим. Для них знакомым знаком. Подобно как Петра рыбаря, изумив множеством рыб, привлек ко Христу. А что звезда была сила ангельская, видно из того, что она ярко светила днем, шла, когда шли волхвы, стояла, когда не шли они. Особенно же из того, что она шла с севера, где Персия, на юг, где Иерусалим. Но звезды никогда не ходят от севера к югу. Эти волхвы были, кажется, весьма добродетельны. Ибо если они пришли поклониться к чужой стране, то могли ли не проповедовать со всей смелостью в Персии все толкование? Ну, так и так. Больше дальше не шел. Дальше он и не было. А потом этих волхвов уже назвали, имена вдруг появились в Германии. Теперь где они находятся, где были в Кельне, там мощи, это Валтасары. Ну, дальше-то все, откуда это все взято, когда источников-то никаких не было. Даже Валаам. Но Валаам-то чем закончил? Да, может быть, и так, очень похоже, что оттуда они идут, ну, нигде же этого не написано, они пришли поклониться, чтобы мы теперь кланялись волхвам за то, что они пришли поклониться. Ну, Христос ехал на осле, но почему ослу надо поклоняться? И почему теперь нужно считать за сувениры ослиный помет, навоз от него? Ни перед чем не останавливается. То есть даже мы крохи какие-то узнаем, что тогда было, и поражает эта темень. И причина одна, нет авторитета Библии. Нет. Сегодня же патриарх об этом не кричит. Ну, вот, говорят, Холокост. Холокост у русских объявите, что скрыли Слово Божие и погубили страну Россию. Но не объявят никогда. Вот разные праздники, праздники, праздники. Почему нет нигде праздника того памятного события, которое повлияло на мою жизнь? Это обращение Павла, когда он покаялся. Да назначайте любую дату обращения. Назовите, как-то же отмечают трагический день Беслана, трагический день нападения Гитлера 22 июня и радостный день Победы. Ну, а можно же это сделать. Петр проповедовал, ну, проповедовал в доме Корнилия, обратились, это начало церкви. Да так. Ну, это что там было? Отошел Дух Святой. Церковь отмечает? Ну, да. Да где отмечает? Они у Корнилия. Он начинает, а где? Да в Иерусалиме это было. А когда для язычников Бог открыл, какое это событие, число покажите? Нет, ничего нету. То есть, ну, на такие вещи-то, ну, не надо, говорится, семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что вот это-то и есть главное. Обратился и покаялся. И вот нам надо оттуда теперь это влияет на меня. Он бы не обратился, ничего и не было. Ну, давил, давил там, дома скочистил от христиан, пошел в другой город. Но теперь-то он ощущает от сквер на всю вселенную. Его послания, переведенные на все языки мира, какие есть. Это как? Ну, 14 посланий не было. Я бы в своей речи никогда не употребил то, что теперь, ну, беру из священного описания. Подражайте мне, как я, Христу. Мы потерпели многое. Любите Господа. Открывайте свои желания перед Богом. Подряд, подряд берем мы, даже не замечаем, что это от апостола Павла. За все благодарите. Так это Павловы слова. Первое в Соснове Киевском, 5-18. А это употребляют все. Вот, новый патриарх пришел. Ну, мог он и сказать, объясните, народ поймет. Главное, когда расскажешь, все это понимают. И сказать, введем еще один праздник. Вот Алексей Первый был, Семанский. Ну, после Сергия Старогородского, это уже второй советский был патриарх. Он вел то, чтобы веру во единого Бога, отца пели, все в храме. До этого не пели. А люди сейчас поют и не знают, думают, так и надо. Это совсем недавно было. Введено. И введено советским патриархом. Ну, это хорошее дело, хорошее. Отче наш не пели, теперь поют. Он говорил о том, чтобы в церкви никогда не приносили искусственные там, из бумаги сделанные цветы. Только живое было. Хорошие слова, хорошие. Не исполняют. А почему? А по привычке. Около церкви, как только Троица, или что там, целые венки. Ничего не нет. Мирские люди. Обмерщенность полнейшая во всем. А вот они пришли. Пришел, рот разденал, что-то проглотил, он даже не может объяснить. Он это не связывает с Голгофой никак. У нас не просто духовная развалина. Духовная развалина, значит, это были, а развалили. Людям это дать надо понять, слова патриарха. Кто развалил? Да попы и развалили небрежением. Овцы сделали за стоянием всякого зверя. Читайте пророков. Они не считают и не знают. Не знают. Сектанты все время дают, переиздают Библию, там переводы, что-то делают. И они нигде не ссылаются, ни на Златоуста, никого, а Джошуа там что-то ищут. Каких только нету. Жозеф Смит, Елена Уайт. Ну, у каждого что-то есть хорошее. Но православное, ты спроси, что Кирилл Иерусалимский сказал? Где? Григорий Низский. Понятие Василия Великий? Никакой. Златоуст? О, это литургия. Все свели к богослужению. Богослужение православное, я имею в виду только литургия, это небесное все, пренебесное. Но нельзя небесным жить человеку невозрожденному. Литургия для людей, получивших духовное рождение. А его не было. Они это не знают. Поэтому стоят, кланяются, а спроси, ничего не знают. Все зашифровано, выходы эти, переодевания, застегивают пуговички, расчесываются при народе, руки мыть надо. Одна ритуальность. Много ритуала и мало веры. А священного писания вообще нету. Нету, люди не знают. Библию не открывают. В закрытом виде Евангелия вышел, прокричал, в закрытом. Люди знают, где поклониться, которые, этого церковленное уже. Теперь крышку поцеловать, поцеловали. Да это отсюда и идет, от Валаамовых. Щедрот. Свои-то Валаамы, какие? А свои-то, какие волхвы? Вот они и шарятся сейчас, где ищут Христа. Его нет там. Идут чудотворным иконам. Нет его там. Он воскрес. Все это блуждание, теме непрорубное. Дальше. От Матфея 2.3. Услышав это, Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Толкование. Ира смутился, как иноплеменник, боясь потерять царство, ибо знал, что оно не принадлежит ему. Но почему смущаются иудеи? И им надлежало более радоваться, потому что их царю еще в пеленах пришли поклониться цари персидские. Но злые люди поистине безумны. Они не хотели наследовать пророческих предсказаний. Сьего толкования? Вот тут еще и нет. Не хотели наследовать. А православные, надо к себе это применить-то. А они их не знают. Я на все слова, которые Господь говорит, выставляя слушателями православных, они только стояли бы, глазами хлопали. Живое слово, когда говоришь, а вы как баптист, вы что-то все с Библии, да с Библии, на Библию. Я 50 лет живу в этом состоянии, когда чужой среди своих. Для них приносишь слово Божие, а не Евангелие. Евангелие – это хорошо, это дальше. И вдруг Патриархия издает, только при нашем издании. Синодальный стоит там, отдел печать. Но оно с синодального. Перепечатывая библиейское общество нельзя. То есть это враги. Они сами не издают, не дают, а только продают. Все на деньги поставлено. Сребролюбие – это страсть, даже демоны не обладает, Златоуст говорит. Демону зачем это золото-то? Он не торгует, ничего нет. Ну, ничего к себе не применяют, никак. Сегодня, если бы открылись глаза наши, идут крестные ходы, к чудотворным иконам, едут паломники в Иерусалим. Вся земля в движении. У мусульман там свое, у католиков везде. Ваша сила сидеть спокойно на своем месте. Сколько потеряно денег, сколько людей там погибло, сколько развратилось там, сколько душ загажено было. Чудеса, прям требуют, дайте чудес. Когда было? Ну, съездила, ткнулась лбом, мало того, поцелуя, да еще лбом боднет икону. Ну, кто это научил-то? Ну, может друг друга целовать? Ну, поцелуем, а потом лбами-то не бьем, бараны. Поцеловал бы, да бахнул его лбом пол, лоб об лоб-то, чтобы искры летели. Это православные все делают. Даже Евангелие поцелует и боднет еще поставит. Бараны и бараны. И говорить бесполезно. Священник не слышит и не видит. Он подойдет и сам еще ткнет лбом. Они кланяться-то не умеют, священники. Посмотри. К нам приезжают, все кланяются так, чтобы поклон был. Рука пол достала. И перед ним стоят так, кланяются все, а он стоит вот так головой, как у стене плача еврея. Не умеют даже правильно молиться. Куда-то молится патриарх, когда рука вот сюда вон его идет. У него ни одного крестного знамени нет. Путин лучший кланяется. Не кланяется, а крестится то. Крестное знамение, лоб, ну, среди на лба, ну, еще откуда попало, сюда, где пуп, вот сюда, в освещение, перевернутая волшебная, где сила тебя держит. Правая, левая подтяни сюда, вот она где соединяется. Сюда, не сюда, патриарх все время вот сюда куда-то стычит. Может быть, прости господи, раньше в партбилет бил-то. Как Евгений Евтушенко пишет, что говорит, то в нос, то в пах, все делает в попыхах. Залезли на мавзолеи, вдыхают, как елей. Им устроили холокост свои евреи, да свои эти, а то же сами они предали свой народ Гитлеру и убивали это, а навешивают платить. Сегодня все же раскрыто это. Как журнал «Огонех Коротич» писал, Гитлер, те же основатели Израиля. Все боятся, страшатся, так же точно православные. А других, я говорю вскользко. Моя задача о православии, чтобы люди уверовали. Нет духовного рождения, есть мертвое блуждание. Дальше. От Матфея 2.4 «И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу?» Толкование. «Первосвященники и книжники были учители народа. Их спрашивают по распоряжению Божию, дабы показали истину, и потому они подвергнутся осуждению, что распяли того, кого прежде признали царем». «Все толкование». «Все толкование». «И у нас никогда из этого не выйти». «Что делали, вытворяли?» «Кажется, звери лютые из преисподней вырвались. Живьем кожу сдирают, сжигают, идут, грабят города польские, все подряд сметают, сжигают. Ну, наконец, все закончилось. Сам убивает своего сына. Христианин. Христианин. Я породил, я убью. Ну, он полюбил, перешел туда, но ты научил его воевать, он и воюет. А так бы он сошелся с ней и жил там, принял католическую веру, конечно, влюбился в нее. Нет. Ничего нету, даже признака христианского нету. И фильм поставили сейчас Тарас Бульба. А где он возьмет, когда там говорится? Ты прочитай однажды эту книгу, не торопясь-то. И он пишет это, как, ну скажи, сколько писателей было, сколько поэтов было в России. Но кто изъяснил литургию? Только Гоголь. Кто перед смертью поехал и похлониться гробу Господню? Ни одного, ни Пушкина, только Гоголь. Гоголь. И он описывает, ему нельзя не верить. Он до конца знал, чистое и нечистое. А без сообщений никто столько не написал, как он. У них вечера на хуторе близ Диканьки. И когда он описывает вот эти, что там делали православные, ну даже намека нет. Ну ладно, на Лескова не любят православных. Он высмеивает, то другое. А Гоголь? Они замучились теперь уже со своим православием таким. с греческим, с восточным поклонением, обрядом. Да никакого обряда не было. Преклонил к колене, закрыл глаза, и все твое поклонение. Молись Богу, подними руки кверху. Все запутано. А что вы за реформу? Пусть будет так. Дайте Христа людям. Он в каждом поклоне будет поклоняться святому, живому Богу. От Матфея 2 глава 5-6 стихи. Они же сказали ему Вифлеем Иудейском, ибо так написано через пророка полкования. Каким пророком? Михеем, ибо он говорит, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Михея 5.2 Этот народ не обращал на себя внимания, потому что был мал, но после сделался славен, потому что из него произошел Христос, ибо теперь все от концов земли приходят для поклонения сему святому Вифлеему. Иудеи говорят, что это предсказано о Зарвавеле, но явно лгут и прельщают себя, ибо Зарвавель родился не Вифлееме, а Вавилоне. Вникни в имя его, Зора, значит, семя, и рождение, а Вавель, Вавилон, то есть Вавилоне зачатый или рожденный, но и пророчество обличает их словами, которого происхождение изначало одни вечных. Другие бывшие тогда цари были не пастыри, но волки и хищники, а Христос есть пастырь и наставник, как и сам говорит, я есмь пастырь добрый. Все толкование. Вот с этим они разбираются, Христос или не Христос, доказательств никаких. Я просто верю. Ну, а он говорит, и перевод даже дали зачатый, да, это может о чем-то говорить, но не убеждает. Многое, что у нас есть, вообще никак не доказывается. Только так. Мне открыто, другому не открыто. На этом все. Следующая стиха коротенькая, прочти. От Матфея 2,7. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды. Толкование. Тайно призвал их Ирод опасаясь иудеев, ибо подозревал, что иудеев, быть может, скроют младенцы и постараются спасти его, как своего будущего избавителя. Посему тайно хотел погубить его, тщательно разведывал, потому что звезда явилась волхвам прежде рождения Господа. Так как им надлежало употребить много времени на путешествия, то звезда явилась им задолго, дабы они могли поклониться ему, когда он был еще в пеленах. Впрочем, некоторые говорят, что звезда явилась им во время самого рождения его, и что волхвы шли два года и нашли Господа с матерью не в пеленах и не в яслях, а в доме, когда ему было уже два года. Но ты лучше держись выше сказанного. Все толкование. Два толкования, но он советует придерживаться такого. Вот толковый апокалипсис Андрея Кисарика подокийской. Мало кто знает, что есть у старообрядцев семитолковый. То есть он собрал все толкования и говорит ас же мню. То есть он приводит какие есть, а потом я же думаю, что на самом деле это вот так. То есть у него есть свое мнение, и никто его еретиком не считает. Сегодня не боятся свое мнение. Ну а ты так как думаешь? Ну как? Ну мысль выскажи. Я не говорю теперь живи по своим мыслям, если это вопреки. Но у тебя мысли-то какие-то есть. Никаких мыслей нет. Это плохо. У меня есть размышления. Я смотрю это, сравниваю и вижу, что вот здесь натяжка делается. В толковании, в том толковании. А вот они шли. А как они тогда шли? Звезда появилась в момент рождения. А зачем они тогда шли? Их вела звезда. Ответ один. Значит звезда явилась раньше. И нашли его в яслях. Что? Двухлетний лежит в яслях? Ну толкование-то маленько. Посмотри. Они пришли и принесли дары. Где? Где он лежал? Ну маленько-то хотя бы. Вот как у православных болен. Призовите преститоров поболиться над ним. И никак. Я говорю призовите. Зачем призовите? А вы пришли сегодня с оборования? Сами пришли. Это означает человек недвижимый лежит. И дальше помолится над ним. Вот пришла режим у нас. Над ним. Это означает что? Что он лежит и он не рядом стоит молится. А над ним. Он надо это значит вверху. Вот. Он лежит священник над ним стоит голову склонил или как-то и молится. Вот как это понимать надо. И что интересно никто ни разу не возразил то что я это объясняю. Ну вникать надо в смысл то там не морфология а смысл просто. Вот сегодня у нас 30 сентября 2013 года. Мы в Потеряевке. Если благополучно будет то 4 выезжаем а 6 будет воскресенье и мы объявили день открытых дверей. К нам попасть непросто мы знакомимся с людьми. А сейчас я сказал кто с кем знаком пригласите. Меня почти все просят чтобы я рассказал как нынче была наша миссионерская поездка. Людям хочется это знать. Сейчас я включу последнее здесь ох как калеков встать я не могу. Слава Иисусу Христу Слава сейчас я посмотри там 6 часов подожди подожди так сейчас мы запишем немножко здесь какие последние действия считаю что последние действия они нам не помешают известия последние говорят о том что произошло в мире я удивляюсь как эти известия быстро поступают значит многие корреспонденты специальные работают в всех странах сообщают а для чего чтобы мы видели как пророчество исполняется как все идет к концу это же как-то все-то сегодня плохо нет вот она в Москве три часа радио россии всего свое время информационная программа вести здравствуйте в студии Наталья Сергеева коротко о главном разгон на блок БСМ со спутником связи отделился от ракеты Протон это произошло через 9 минут после старта в час 47 по московскому времени вывод спутника на целевую орбиту запланирован сегодня на 10.50 утра об этом сообщили интертарской службы Роскосмоса запуск ракеты со спутником со спутником с космодрома Байконур первоначально аппарат запуск аппарата был намечен на 21 июля этого года но из-за аварии ракеты носителя Протон которая произошла 2 июля этого года дата запуска неоднократно переносилась к другим новостям Владимир Путин поставил задачу уничтожить все химическое оружие в мире об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров интервью газете Коммерсант оно публикуется сегодня по слову министра об этом президент сказал после встречи с главой США Бараком Обамой на саммите Большой Двадцатки перед кем Путин поставил эту задачу я напомню недавно Россия и США достигли компромисса по уничтожению химического оружия в Сирии телефонный террорист якобы заминировавший поезд в Архангельской области найден им оказался молодой человек от 1991 года рождения для звонка он воспользовался симкой своего отца и уже признался что хотел просто пошутить состав в скором времени продолжит следование об этом сообщил представитель регионального управления МВД и напомню 439 человек пассажиров поезда Котлас Архангельс были эвакуированы в ночь на понедельник из-за звонка неизвестного который заявил о заложенной бомбе в их числе 8 детей российские туристы пострадали при пожаре на автобусе амфибии в Лондоне об этом сообщает интерфакс пламя вспыхнуло когда автобус спустился на воду в салоне находились около 30 человек спасаясь от огня люди прыгали за борт воду откуда им помогли выбираться члены экипажа других судов 7 человек пожаловались на отравление дымом двое доставлены в больницу серьезно пострадавших нет причины пожара устанавливаются Российский никакие известия вот Путин поставил задачу устранить все химическое оружие ну а почему именно химическое только а другое что смерть или трупы лучше пахнут от атомной бомбы одно время американцы дали знать что они изобрели нейтронную бомбу которая только лучами поражает ой как заволновались потому что тут это неизвестно было патриарх Пимен тогда выступает мы клеймим это позорное явление то другое вот я все время у него здесь руками шевелю и нашел еще одного клеща видишь вот он какой пузырь один раз мы 41 клеща сразу с него сняли это в печку я его беденький сам то он не может никак выбрать я не просто глажу его я все время его перебираю здесь ищу и пальцами нащупываю пальцы должны быть чувствительными ну и про это оружие ты посмотри у Китая какое оружие это какие ракетные установки какие ракеты дальние космические все все это для отвода глаз а что сейчас Путина кто-то сказал сделать лауреатом Нобелевской премии ну а почему его не сделать можно сделать авторитет будет да нисколько не поможет Анвар Садат был лауреат и тут же убили прямо на трибуне во время парада а рядом стоял епископ и епископ так православный там Самуил то его тут же убили прям тут же на их мавзолее ладно сегодня день начат и слава Христу как должно быть все шарик скоро мы простимся с тобой ладно ладно Продолжение следует...